мир вам братья и сестры христиане в одной из проповедей я говорил о том что состояние многих церквей насколько плачевно что фактически изгнан христос из этой церкви что это означает хочу более подробно поговорить по этому поводу и ангелу ладыкийской церкви напишет агрит аминь свидетель верный истинный начала создания божий зная твои дела ты не холоден и не горяч а если бы ты был холодный или горяч но как ты тёпл а не горяч и не холоден то извергну тебя из уст моих ибо ты горишь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды и не знаю что ты несчастен и жалок и нищ и слеп инак советую тебе купить у меня золото огнем очищенной чтобы тебе обогатиться и белую одежду чтобы одеться чтобы не видна была срамота ноготы твои и глазной мажью помаз глаза твои чтобы видеть кого я люблю тех обречая наказывать так будь ревностен и покайся все стою двери и стучу если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему и буду вечерить с ним и он со мною сказываю вам что подаст им защиту ускорен у сын человеческий придя найдет ли веру на земле всякое дерево не принесающие плода доброго срубает и бросает в огонь и так по плодам их узнаете их не всякий горящий мне господи господи войдет в царство небесное но исполняющий воли отца моего небесного многие скажут мне тот день господи господи не от твоего ли имени мы пророчествуем и не твоим ли именем бесов изгоняли и не твоим ли имени многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающий беззаконие нынешнее состояние церкви если брать в целом христианство просто катастрофическое есть откровение о том что где-то только 2-3 процента готовы к восхищению церкви да и то многим из этих возможно даже 2-3 процентами еще нужно поправить светильники то есть только несколько процентов те которые можно отнести к мудрым девам братья и сестры поймите многие даже которые значит есть называть себе христианами даже девами нельзя назвать делать это уже некий проборос чистоты поймите просто некоторые более бодрые и точные в исполнении слова божия вот это мудрые дел а некоторые немножко легкомысленно поступает не так активны не так в исполняет слово божие но в целом тоже их можно отнести скажем так христианам но но многие называются которые называться христианами они их далеко нельзя назвать даже делом состояние просто печальное что означает мы видим обращение к ладокийской церкви то есть это последняя церковь время церковь которая будет последняя перед восхищением церкви то есть это время в котором мы живем состояние то что мы видим действительно найду ли я веру на земле очень мало настоящих христиан которые имеют настоящую веру вера без дел мертва понимаете живую веру многие церкви действительно много христиан сегодня много церквей много так называемых учителей потому что многие из них это лжеучителя количество немало более того многие из них и пресвятера церкви и даже проповедники многие это люди богаты и порой очень богаты да и церкви в целом не бедные но состояние ужасающий изгверну из уст своих то есть фактически прямо переводится буквальный перевод как бы тянет на рвоту таковых то есть фактически они будут извергнены я не знаю их это деть меня все делающие беззаконие я не знаю их что это означает братья и сестры когда изгна иисус из церкви мы видим именно обращение к ладокийской церкви что состояние насколько печальное что фактически иисус снова как бы просится что я постучу и кто отворит отворит мне буду вечерить с ним то есть фактически изгнан из дома фактически из церкви христос во многих поместных церквях вот именно такое состояние как это более конкретно буквально понимать отставить позицию нашего господа иисуса христа и его учение его слова это ведущие братья как правило понимать это ведущие братья это пресвитер церкви там например там диакон или несколько диаконов ведущие проповедники что они делают они учат соответственно они например принимают определенные меры когда не исполняется то учение что они говорят то есть они составляют вот этот костяк церкви во многих церквях вместо божих пресвитеров которых поставил господь и проповедников стоят уже дьявольские лжеучителя которые проповедуют ложь вот таким образом фактически изгоняется христос из церкви и изгоняется дух святой из церкви почему потому что на ведущем месте вот она этом как мы читаем слово божие на седалище как сидели фарисеи пресвященник и священника которые распяли господа иисуса христа и сегодня тоже самое фактически совершается изгоняется христос из церкви потому что своими ложными учениями человеческими учениями учениями попустительства вседозволенности как правило или чрезмерное увлечение всем израильским вот эта фарисейская ересь например что снова обращается там к праздникам разными иудейским что их нужно соблюдать и там суббота свиное мясо нему нельзя употреблять и так далее это все отвергается фактически новый завет отчетливо сказано слово боже вы отпали от христа от благодать вот что происходит поэтому проверяйте тоже и своих пастырей если вы видите действительно что нет там не то так делается значит нужно обращаться горите если видите что нет никакой реакции значит нужно искать живую церковь и местную церковь поймите как и написано слово божем что общего у христа с виляром выйдите из среды их и отделитесь и я буду и тогда вы будете моими сыновьями и дочерями а я буду вашим богом а иначе вавилонская блудница вы будете в составе вавилонской блуднице и попадать подпадете под проклятие вот это и вавилонской блуднице блуднице во многих церквях поймите не христос фактически уже уже не ведущие места скажем так христа и духа святого церкви то есть упоминается христе упоминается где-то слово божие но поймите та церковь настоящая где не просто упоминается а где ведущую место занимает иисус христос и дух святой его слова где в точности исполняется слово божие а там где попустительство в одежде и идея смехотворства и где во многом во многом нарушение слова божия в повседневной жизни где уклонение идет от чадородия и так далее братья и сестры вот что значит и знание христа и церкви когда еще раз говорю когда ведущие братья они в точности не исполняет то что учит слова божие поэтому ищите живые церкви если вы видите что вас не такая ситуация во многом может вы вам быть и в пользу если например там даже этот канал любящий есть если вы будете хотя бы от одной главы потому все равно нужно читать слово божие 1 до 3 глав в день читать нужно хотя бы часок молиться в день и слушать вот проповеди на канале любящий истину особенно плейлисты о освящении проповеди освящении и стараться внедрить это в жизнь что сказано то вы намного это может быть своего рода такое заочная церковь и для вас это может быть намного лучше нежели то где когда находитесь по местной церкви хотя конечно же лучше бы чтобы еще иметь общение и непосредственно быть членом по местной церкви но знаете как вот в будничной жизни лучше не жениться нежели жениться на плохой жене то минус один не жениться это ноль а жениться на хорошей жене это плюс один вот так и церковь церковь нужна для вашего укрепления а не просто для для отметочки что вы ходите когда куда-то в церковь а если там братья проповедуют ересь и даже вы понимаете что немного не так но на вас влияет влияет давит давит и вы потом можете сдаться как соломон сдался и начал тоже под влияние вот этих иноплеменных жён уже и не забыл господа но при этом и начал уже и поклоняться идолам как самсон под давлением долины терпел терпел а потом раскрыл секрет свои силы данный богом так и вы можете сдаться церковь должна вас укреплять духовно они они ослабевать во многих церквях поймите христос фактически изгнан церкви или по крайней мере изгнан из престола вашей церкви он уже находится не на главном месте на главном месте сели вот эти лжеучителя и фактически они исполняют являются марионетками дьявола и проведут уже учение поэтому бодрствуйте велико аминь